привет друзья сегодня мной с вами канал я и мой хвост я его авторы ведущий олег сегодня тема нашего ролика это будет выдержка у собак но прежде чем мы перейдем к нашей основной теме я хотел бы вам порекомендовать канал очень молодого юного блогера канал называется зайка милашка 41 вот посмотрите сейчас на заднем плане его работает своей подопечной рады то есть даже вот в этом ролике посмотрите видно как его четко работает с мотивацией животного как она четко отрабатывает трюки доводя именно их до рефлекса так что канал я и мой хвост рекомендует пожалуйста можете пойти по ссылке которая идет к описанию кролику и вы зайдете на канал нашего юного блогера канал очень солнечный очень теплый так что я вам всем рекомендую а сейчас давайте поговорим с вами о выдержке я хочу донести очень простую вещь что выдержка это не тот эффектный трюк до который вы оставили собаку возле магазина она вас дождалась хотя в принципе это тоже вещь очень необходимая то есть вы можете зайти там на почту какую-то да там забрать письмо какой-то магазин решить какие-то вопросы да просто оставить собаку где-то возле дерева там с какой-то сумкой со своей она вас дождется и так далее но я хочу вам преподнести выдержку не как вот этот вот эффектный какой-то трюк и очень даже удобный да а именно как основу дрессировка это один из китов на которых строится у тренировочный процесс то есть когда собака умеет вас слушать до на расстоянии и ждать выжидать да за за что она в результате то получает поощрение вот здесь вам работать потом с животным достаточно просто и для того чтобы у вас получалось выдержка да то есть вот говорят не получается нет не получается отхожу 15 секунд жду а потом собака срывается с места друзья мои 15 секунд это уже большое дело а любая выдержка любая команда там рядом допустим или ко мне ну то есть все это начинается с первого шага с первой секунды вам буквально надо будет отойти от животного всего лишь на один шаг и если животное у вас зафиксировать его естественно и секундочку подождать если животное соизволило вас дождаться вам надо будет тут же к нему вернуться и поощрить его это первое потом второе все допасть практически допускает ошибку начиная выдержку с команды там сидеть допустим да или команды стоять это неправильно потому что мы используем физиологическую предрасположенной собаки к тому что у то есть положение сидя она может быстро встать а из положения стоя ей вообще для того чтобы сделать движение нужно сделать всего лишь шаг вперед да и у нее уже пошло движение а вот из положения лежа с какого положения надо начинать делать выдержку с положения лежа потому что для того чтобы сделать шаг чтобы собака должна как минимум встать, да, и потом только пойти. Поэтому выдержку всегда мы начинаем изучать положение лежа. И выдержка, чтобы вы воспринимали это как не какой-то трюк такой красивый и хороший, а именно как основу, то есть основу тренировочного процесса. Проще делать выдержку при таких условиях. То есть, вот смотрите, сейчас на заднем плане у меня там Акбар, да, лежит там, дожидается, когда Юля вернется с магазина. А рядом с Акбаром, во-первых, лежит его игрушка. Это первое. И второе стоят рядышком санки. То есть, когда вы обозначаете место собаки, да, и оставляете какой-то свой предмет, то здесь собака воспринимает этот предмет. Я сейчас примерно попытаюсь объяснить как. То есть, это вещь хозяина, она принадлежит хозяину, и коли он оставил эту вещь, значит он обязательно за ней вернется. То есть, вы собаке даете понять о том, что вы вернетесь. И эту вещь нужно сохранить до прихода хозяина. И вот поверьте мне, чем больше эта вещь, тем больше у собаки желания как бы остаться ее охранять. То есть, используйте вот эти вот зоопсихологические моменты при изучении команды выдержки. Итак, давайте заключим, сделаем такой вот вывод. Первое, значит, начинаем изучать выдержку из положения лежа, не из положения сидя, не из положения стоя, а именно из положения лежа. Потому что собаке, для того, чтобы начать движение, нужно максимум каких-то физических мероприятий предпринять. Вот. Второе, всегда обозначайте место, где находится у вас собака, каким-то предметом. И запомните о том, чем больше этот предмет, тем больше собака будет охотнее вас дожидаться. То есть, все достаточно просто. И как только у вас начнется выдержка, я еще раз говорю, всегда начинайте с одного шага, с какого-то, с одной секунды, потом это два шага, потом две секунды, потом три. В результате вы будете скрываться из зоны видимости. Но самое главное, как только у вас собака дождалась одну секунду, не забудьте ее положительно подкрепить. Самое удачное место, это когда вот вы прям поощряете собаку, когда она вот вас дождалась в момент исполнения. Поэтому работайте над условным подкреплением, да, то есть, что такое условное подкрепление? Это когда вы до этого момента, когда изучали выдержку, да, научили свою собаку, например, маркеру да. Маркер да, это как один из кликеров, один из видов условного подкрепления. Собака понимает то, что она делает сейчас, в данный момент времени все правильно. То есть, она вас дождалась, вы говорите да, тем самым поощряете ее условно, и уже провоцируете собаку на то, чтобы она в следующий раз дожидалась вас на большем расстоянии и больше по времени. Так что заслужите доверие, заслужите уважение, друзья мои, у вас все получится. С вами был канал Я и мой хвост, я его автор и ведущий Олег. Работайте над выдержкой. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok